МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас невеста и три жениха. Честный эксперт Алексей, ценитель женских ароматов Эл и спортивный химик Никита. Невеста у нас. Мария, давайте знакомиться. Теперь для полного счастья не хватает только спутника жизни. Помогут мне найти его мои друзья Татьяна и Иван. Спасибо, проходите. Мария, 24 года. Единственные серьезные отношения закончились изменой возлюбленного. Не смогла его простить, собрала чемодан и уехала в Москву. С тех пор одна. Мария-диджей. Имеет свое концертное агентство. С 17 лет сама зарабатывает себе на жизнь, работая ее основное хобби. Раньше занималась рукопашным боем, дзюдо и самбо. Сейчас читает бизнес-литературу и путешествует. Признается, что для полного счастья ей не хватает любимого человека. Для Марии внешность мужчины и его материальный достаток не главное. Лишь бы он не был лысым, бородатым и с сережками в ушах. Выйдет замуж за сильного мужчину, который поставит ее на место и позволит заниматься любимым делом. Здравствуйте. Здорово. Это что вы такое принесли? Это пирожная картошка. По моему личному рецепту, без натуральных продуктов, принесла на пробуждение к вам. Ничего себе, сейчас угостит всех нас. Угостит она? Попробуй. Как раз кушать хочется. Мария, очень приятно, что у вас в каждом предложении, в вашей истории одна фраза. Любовь. Хочу любить. Хочу быть любимой. Хочу отдавать любовь. Это здорово, потрясающе. И крайне редко, поверьте мне. Сегодня все хотят другую программу в своей жизни. Устроиться, выжить, найти. Поэтому нам будет сегодня приятно с вами работать. Потому что я привыкла всегда только на себя надеяться. И это у меня еще с детства. Конечно. Потому что вы откуда приехали в Москву? А я из Кемерово. Ох ты, где родился, там пригодился. Так на кого вы должны были надеяться? Вы сюда приезжали к тете, к двоюродному брату или в никуда? Нет, я одна собралась и приехала, потому что я подумала о том, что перспективы именно в том деле, который я для себя выбрала, у меня в городе нет. Мариночка, кто вас так обидел? Почему вдруг из родного Кемерово, ни к кому, в никуда, в Москву, без всего, без денег? Рассказывайте свою историю. Ну, вы знаете, тут дело немножко в другом. Я побыла в Москве, погуляла и в городе. Мне очень понравилось, я первый раз была в городе. И я подумала, хочу здесь жить. Видно, она серьезная девушка, серьезно настроенная. И какая-то там ветрена, да? Приезжаю в город, возвращаюсь. А там любимый? А там любимый, с которым я жила, и говорю ему, я переезжаю в Москву. А он говорит, зачем? Перспективы хочу. Какую перспективы для себя? Сразу давайте будем... Да, потому что я занимаюсь букингом, это работа, которой можно заниматься только, если ты живешь букингом. Я концертная. Это организация гастролей артистам и диджеям. И, соответственно, чтобы этим заниматься, нужно жить в столице. И я решила, что... У вас там никто не поет, не танцует, не работает, ни одного драмтеатра, ничего просто. Вы знаете, я хотела заниматься гастролями, непосредственно живя у себя в городе, но никогда не забуду, когда мне человек из другого города, которого я не знала, сказал, а что мне может предложить по артистам из столицы человек из Кемерово? Боже мой, мне нужно все доказать, конечно, стать такой, чтобы на вас была очередь. Ладно, Марина, ваше дело, послушайте, вы молодая девчонка, вы решили переехать в Москву, но вы опять же дайте про любовь. А там любимый. Ну, вот. А разве не важнее было? Сколько вам было 20 лет? Мне было 21. О, в 21 год. Ну, так вот, хотела я переезжать, а тут любимый, но я узнаю, что любимый мне изменил. Парни не изменяют, парни верно. Ну, как, почему? Слушай, парни созданы для того, чтобы изменять. Мне об этом рассказала подруга, и я нечаянно наткнулась на его переписку с некой девушкой, которая была еще до того, как я уехала в социальных сетях. В общем, как у всех, с прошлой. Ну, с прошлой, да. Вы его прижали к стенке, а он говорит, брось ты, Мария, все давным-давно, и мы просто друзья. А вам уже чесалось, вам было все равно. Ну, я хотела уехать, да, и неважно, с ним или без него. Все, понятно, поэтому там изменил, не изменил, поди знай. От балласта надо избавляться. Конечно. А зачем со своим самоваром здесь водить? От же любовь. А здесь олигархи? И с ними такая любовь? Нет, девочки, нет, девочки, не надо мою Машеньку, вот тут это, всякими такими меркантильными, извините, подозрениями. Она, но нас ищет действительно любовь. Ей не важно, страшные, горбатые, не горбатые, главное, не лысые, да? И денег тоже не важно. Итак, вы три года в Москве. Да. Оправдались ожидания? Да. Был смысл все бросать? Был смысл. Я никогда не думала о том, что я вернусь обратно, это мой город. Ну, она любит свою работу явно. Она не... Я думала, что она не бросит радио. Не бросит, нет. Нет. Я открыла свое бакинг-агентство и успешно работаю с Россией, и не только. То есть у меня все получилось, и идет развитие, мне нравится. А приданное-то у нас какое мы заработали? Так я понимаю, что родить ничего не дали. Ничего не дали. А что не дали? Ну, у меня просто... Что денег не было, что ли? У меня просто очень простая семья, и у меня... А кто пап, кто мама? Мама-кассир, папа-охранник. И у меня с детства, и у меня, и у моей сестры старшей, у которой есть стремление жить лучше, чем жили наши родители. Я тоже люблю эту ночную жизнь, так что я думаю, все получится. Маша, я знаю, что для вас будущая семья, ваша собственно, должна быть абсолютным антиподом. То есть не походить на вашу... Абсолютно. На взаимоотношение мамы с папой. Для меня это уже только работа, понимаете? Машенька, и еще я знаю, что вы хотели, да, чтобы мама с папой развелись? Было желание, потому что они очень много ругались, но они уже 28 лет вместе, вот ругаются, умирятся. А потом куда мамки-то разводиться на старости лет? Вы, вон, уехали все, а ей что делать? Да, раньше ругались мы, мы с сестрой разъехались, и сейчас они живут очень хорошо. А санцом не дрались никогда? Ну, точнее, сейчас вы не знаете, как они живут, и есть ощущение, что все нормально. Ну, вы созваниваетесь, вы близки, вы в курсе. Каждый день созваниваемся с мамой, с папой. Сейчас уже все хорошо, но раньше ругались. А мама, вот вам, когда вы уезжали, какого мамы счастья для вас хотела? Что она вам советовала? Потому что меня, когда я уезжала, мне голову просто так запудрили, вот про эту честь смолду береги, нужно выходить замуж белой фате, умри, ну, поцелуй там без любви. Ну, кстати, советы-то пригодились вообще? Вот как сама оцениваешь? Я с каких катушек слетела просто, когда я вольную жизнь почувствовала? А вы? Дело в том, что у меня мама прекрасно знала о том, что если они меня не отпустят, я все равно уеду, хотят они этого или нет. И поэтому... Хорошо, давайте же прожить в Москве. Оправдались ожидания мужчины и женихи в очередь? Вы знаете, очень много поклонников, но, к сожалению, у меня каких-то очень серьезных отношений не было в Москве. А чего не хватает в них, почему нет? Вы же пришли сам на программу. Знаете, у мужчин не хватает терпения понять меня, что я очень серьезно занимаюсь своей работой, и я отношусь к этому именно как к работе, а не как к развлечениям по ночным клубам. Почему ваша такая работа-то? Наша не хуже, нас он вообще мужья не видит, как говорится. Скажите, а вы, Маша, мужчину предупреждаете, что работа занимает не просто большую часть вашего времени, а все ваше время? Да. Нет, дорогая моя, как говорят в Одессе, моя рыбонька, никто не будет этого терпеть. Никто, поверьте. Мужчины, в особенности, если предлагают вам серьезные отношения, они должны знать, что для них встанете рано утром с зорькой или там за полночь, но будете выполнять свои женские обязательства. Знаете, для любимого мужчины я готова выполнять свои женские обязательства. Может быть, как-то немножко поменьше дать времени для работы. Готовить завтрак. Вдруг она бросит свою работу, кто его знает? Это такой классический тип. Родит тебя? Родит тебя. Она должна это сделать. Дело, конечно, не только в этом. Потому что вы та женщина, которая не только требует от мужчины, не только ставит условиям свой трудоголизм. Вы так напряжены, что вы и мужчина умеете напрячь. Тут дело не в том, что вы встанете ему готовить завтрак или постираете рубашки. Я точно понимаю, что у вас есть сила воли для того, чтобы ему как-то помочь и услужить, и угодить. Но вы и мужчине расслабляться не даете. Это такой классический тип. Женщины, квадрат Солнца с Марсом и Овновская Луна. У вас очень много порывов. Вы задаете такой ритм жизни, который, ну, пожалуй, никто не сможет выдержать рядом с вами. Понимаете? Мужчина тоже, оказываясь рядом с активной девушкой, вынужден постоянно напрягаться, доказывать что-то. Ну или вы даете ценные указания и каким-то образом его активизируете. Если научитесь расслабляться сами, вот тогда мужчине станет просто легче рядом. Потому что с человеком таким жесткого ритма жить рядом невыносимо. Послушайте, вот я слушаю-слушаю, Машеньку, я, в принципе, сама, да и вы тоже, девчонки, работаете как лошади. А, говорится, от работы еще кони дохнут. А жить-то когда, собственно говоря? А я считаю, что весь мир сегодня работает и правильно. Поэтому то, что вы сегодня так пашете, вы молодец. А мужчины, которые рядом с вами, они тоже не должны расслабляться. Да, может, ты должен быть трудоголиком. Конечно. Жена должна быть дома и... Я отвечаю на эту программу за финансовый достаток. Мне просто интересно. Хотя, в принципе, я... Вы прямо вот невеста. Чего же вам мужчин-то с деньгами не угодили? Вы знаете, я привыкла надеяться только на себя. И у меня просто, ну, папа периодически попрекал маме, когда они ругались, о том, что... Будь благодарна, что я тебя кормлю. Ну, и такие моменты тоже. Поэтому я решила, что я всегда буду зарабатывать столько, чтобы могла не зависеть от меня. Правильно, Маш. Я вам желаю встретить такого же парня, который тоже будет здесь большую часть времени пахать, для того, чтобы через сколько-то лет ваш позвоночничек немножечко вот так вот все-таки, да, расслабился. А пока то, что вы позиционируете, то, что вы заявляете в мир, все правильно. Мне вы нравитесь. Я буду искать вам такого же хорошего парня. Потому что побеждать такие. Везет тому, кто везет. Вот вы везете, и вам будет... Но при этом не надо бы наработать себе грыжу от поднятия тяжести, давление, потому что ненормированный рабочий день, бессонницу. И все, что к этому прилагается в виде склочного характера, потому что это та среда, в котором этот склочный характер, собственно говоря, и формируется. Вася, что там звезды советуют? А звезды говорят, что до 28 лет вам нужно научиться расслабляться все-таки. Нужно прекратить бороться с самой собой. Умейте слушать тишину, не находитесь в постоянном движении, потому что вы даже дома в постоянном движении. В общем, могу сказать, что основной секрет успеха в личной жизни для женщин-рыб, таких как вы, научиться использовать мужчины. И метод кнута, и метод пряника. Нужно временами их напрягать, но иногда вы должны все-таки как-то расслаблять мужчину и позволять ему рядом с вами быть в спокойствии. Потому что рыбы такие люди. Если идут в одну сторону, забредают не туда вечно. А вот мне нравится, что невеста не очень, даже пускай непредвзято относится к тому, что не нужна ни внешность, а детки могли быть красивыми. Как ты говорила? Я сама слышала, извините. Я, может, слепая, но не глухая в свои нацик лет. Мне кажется, важно, но на втором плане. Так вот, значит, ладно, пусть будет некрасивой, пусть будет без денег, но с красивым внутренним миром, как Квазимода. Вот сегодня я вот такого буду с внутренним миром. Пусть страшненький. Ну, если она говорит, что внешность для нее не важна, то, может быть, даже получится что-нибудь. Я вам желаю встретить ровню «Развивайтесь вместе». Спасибо. Такого и еще. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените их вместе с нами. Вы смотрите «Давай пошенимся». У нас в студии Мария. Идите, встречайте первого жениха. Удачи. Привет. Меня зовут Алексей. Ты прекрасно выглядишь. Светишься, как солнце. Благодарю. Ты просто супер. Сколько это мальчику? Лет 20, что ли? Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. С кем вы? Я пришел с Александром и с другим Александром. Очень приятно. Только у нас посмотрим, узнаем вас получше. Алексей. 24 года. Торговый представитель дистрибьюторской компании. Занимается спортом, играет в футбол, плавает, катается на сноуборде и лыжах. Увлекается тюнингом автомобилей, ходит в ночные клубы, готов пойти на любой компромисс. Мечтает быть честным и счастливым человеком. Алексей встретил девушку в метро, и больше они не расставались. Но ее мать разрушила любовь. Надеется, что родители Марии не будут вмешиваться в их отношения. Господи, ну какое же это счастье! Знакомство в метро, заточено исключительно на любовь. Все, как в мою молодость. Здорово. Просто на одной волне с невестой. А где еще знакомиться? Правда, молодые люди? Поэтому не буду задавать глупые вопросы, не страшно ли было и так далее. И вот у вас любовь, отношения. Практически сразу стали вместе жить? Нет, я снял квартиру, и мы начали через два месяца после того, как я сняла квартиру, начали жить. И вот ее мамочка, чтобы узнать, с кем все-таки ее дочь проживает, решила с вами встретиться. И тут самое интересное, рассказывайте. Хорошо. Она позвонила мне и сказала, Алексей, я хотел бы с вами познакомиться, понять, с кем моя дочь встречается. Ну я, конечно, с удовольствием, почему бы с мамой, будущей тещей, можно так сказать, не встретиться. А она как сказала? Алексей, я жду вас завтра у пятой бани, нет? Ну не у бани, конечно, у ресторана одного. Но был хороший ресторан. Она вас в ресторан привела? Да, в ресторан она все оплатила. Ой, чудесное начало истории. Выглядело хорошо. Она была шикарная. А сколько ей годков было к тому времени? 40 лет. Самый возраст. Вон, на 10 лет Роза старше. А как она сгушует? Да вы правы. Ну вот, мы с ней встретились, поселили в ресторане, и как-то начал разговор, что она хотела предложить мне быть любовником ей. Ну мама молодец, я могу сказать. Дочку обошла. И вот она, говорит, в глаза смотрит. Конечно, она еще светится, потому что как-никак у нее дочь всегда приходит домой, и счастливая. И ваш чубчик так? Ну нет, мне наоборот, я это насторожил. А было скорее приятно или ужас? Нет, было, можно сказать, и ужас, и приятно, потому что как-никак понравился теща. Ну не то, что прям... Как теща? Ну можно сказать, два в одном, с женщиной там. Ага. И я думаю, что приятно, когда молодой человек нравится кому-то еще. А она еще и при деньгах в хороший ресторан пригласила, еще и заплатила. Да. Номер подкинь, братишка. Ну я, конечно, отказался. А как отказался, что сказал? Я говорю, я за двумя зайцами не гонюсь, я люблю вашу дочь. Я с ней оговорил на вы. А она что? А она сказала, тогда расставайся со своей. Я говорю, почему? Потому что я не хочу тебя видеть больше в нашей семье. И я расстался. Правильно поступил, я считаю, потому что... Она бы просто не дала им житья. Ага. А не было подозрений, что она специально такую выбрала, так сказать, стратегию? Она просто боялась за свою дочь, потому что ей было 18 лет. А, и она думает, сама лучше пойду во все тяжкие. Да, да, да. Но дочка при этом будет чиста. Да. Как вы с девушкой потом со своей любимой объяснялись? Вот вы пришли домой, а у вас такой нездоровый румянец, блеск в глазах. Она говорит, что, Леша, что случилось-то? А вы, говорит, с мамкой пообщались. Нет, я не сказал, что... Она говорит, да брось она ко всем. Да, да. Потому что у мамы проблемы с головой нет? Нет, не было такого. А что? Я просто сказал и дочке, что я нашел другую, нам надо расстаться. И все. Про то, что есть другая, придумал на ходу? Да пришлось это сделать, чтобы не разрушить ее семьи. И цепляться, говорит, Леша, как же так, мы всего-то с тобой два месяца живем. Ну, три месяца. Ну, три месяца. Я как сразу поверила. Мотный, Леха, мотный, врун какой-то. Как бы она сказала, мама, ты знаешь, ты лезешь к моему парню, что это такое? В любом случае, для нее мама важнее, чем молодой человек, ну, скорее всего. Значит, первый вам совет. Если вы встретились с девушкой 18-ти годков от родов, не надо сразу с ней жить, поживать. Потому что хорошо, что мама с вами встретилась. А не брат старший и не папа. Потому что не было бы этих голубых глазик, вы бы так ходили бы сегодня. Три года назад бы так ходил. Поняли, это первый совет. А второй, да, такие веселухи бывают, 40-летние. Да. Я же тоже будущая теща. Да. А вот, смотрите, невестушка-то. Да, хорошая. Что испекла-то. А можно попробовать, да? Ну, вот я хочу и проверить. Вот, глянь, я испекла. А вы какие, беленькие любите или черненькие? Беленькие люблю. Беленькие? Спасибо. Ну, давай, проверяй. Ты глянь, как хорошо кусает-то. Ну, как? Только честно, в глаза смотреть не честно. Вкусно? Ладно, кладем. Как тебе пирожники? Шикарно. А ты любишь готовить или ты любишь, чтобы тебе готовила девушка? На самом деле, я люблю. Есть любит. Хорошо. Вот сидит перед вами Машенька. Смотрите, спинка какая пряменькая, фигурка хорошая. А сам как просто замечательно. Работает. А вы? Я тоже работаю. Чем занимаешься? Я работаю торговым представителем в алкогольной компании. А вы откуда приехали в Москву? Я москвич. Москвич? А с кем живете? С родителями. С родителями. То есть вы живете с родителями, а когда девушка молодая появляется, вы тут снимаете? Человек приехал в Москву, снял съемную квартиру, и он теперь москвич. Ты просто не понимаешь. И часто у вас были эти съемные хаты? Два раза. Два раза за 26 лет. Зато молодец, какой самостоятельный. Правильно, так охота пусть и не волит. А у вас квартира большая? Большая. А что ж тогда это не... Звукоизоляция плохая. Мне кажется, это неправильно, когда парень старше 22-23 лет, если он не студент, живет с родителями. Ну подожди. Ладно тебе. А вот знаешь, она нас курит. А как курение? Я плохо. Во. Ну а может быть вы тогда нам расскажете про пару своих тайных пороков? Ну наверняка я лентяй немножко. Все мужчины ленивые. Просто в большей или меньшей степени. Смотря в чем он лентяй. У-у-у, нам такой не нужен лентяй. Как-то не нужен, нужен-нужен. Лентяй? А лентяйство бывает разное. Да, это правильно. А у вас такое? Ну иногда люблю посидеть дома в тишине один. О! А на работу, когда звонит проклятый будильник, нет? Не нажимаете, потом не придут, или начаться отговорки? Нет, все в 9 часов уже на работе. Молодец. А для меня очень важно, для меня очень важно, чтобы человек был не жаворонком. О, я сама. А вы сама кто? А вы знаете, я могу проснуться в 9 утра, когда это нужно, а могу и спать до 3 дня. Слушайте, но если на работу, в любом случае, человеку к 9 утра, будь ты хоть жаворонком, хоть совой, должен встать и чесать себе на работу. А вы как к тому, что наша невеста, у нее вообще нет даже графика работы? Это, конечно, будет трудно, но я думаю, что она составит график, который нам будет удобен вдвоем. А я уже настроилась на ваш сюрприз. Показывай. Мария, я хочу приготовить салат с тобой вместе, с необычным способом. И хочу пригласить своего друга Александра, чтобы нам помог. Подойдите. Молодец, сюрпризи привлекают ее. Что? Сюрпризи привлекают ее, это хорошо. Давай, Саша, туго, туго, давай, туго, туго, туго. Угу. Ну смотри, помнишь, что идет первым? Конечно. Ну тогда рви правой рукой. После ночного куба. То есть искусственно придумываем себе сами сложности, и потом их героически преодолеваем. А не проще нужно еще порезать? Давай еще пританцем. Ты же любишь там танцевать? Смотри, все, хорошо. Теперь курица. Потом что идет? Сухарики. Сухарики, правильно. Ну и, конечно, сыр. Пармезан. Ну и соус. Соус, конечно же. А теперь будем мешать. А, ну-ка, мешаем, мешаем. Сухаристка, курица. Ты его попробуешь? Ну, думаю, да. Я люблю салат. Я тогда его чуть-чуть, немножко возьму, чтобы тебе было удобно. Давай, конечно. Опа. Как нежно. Как нежно ты. Спасибо. Очень вкусно, спасибо. Друзья, забирайте Алексея и ждите решения Маши в своей комнате. Походите. Как тебе невеста? Ну, невеста обвыражительная, вообще очень красивая. Поразил вас Алексей? Нет. Не поразил? Совсем мимо. Что, не понравился вообще? Ну, у Маши нету в глазах огня, поэтому смысл. А как вы думаете, почему? Ну, они совершенно разные люди, по-моему. А, кстати, он просто готовит, на самом деле. Вы что, вкусные? Танечка, что вам не понравилось? Знаете, мальчик неплохой, и я ничего плохого про него сказать не могу. А вы почему мальчика называете? Ему что, 13 лет, что ли? А потому что он мальчик. Он выглядит так, как будто... Вот, мам, это Леха, мы с ним вместе учились. Но это не мам, это не мой парень. Вы знаете, а наша невеста на 30-ник выглядит, так что давайте поаккуратнее будем. Че нет-то? Че нет-то? Спасибо. Факт, что Маша его переросла. Давно переросла. Спасибо. Просто мальчик. Все, что он сказал? Просто мальчик. Мальчик? Мальчик. Я так думаю, он такой... Вы вырастет такого раблезианца, будет любить покушать, отдохнуть, женщин. А сегодня он проживает жизнь молодого пацана, с друзьями пришел. Поэтому вы старше его. А еще печеньку можно? Да. Зайди, спроси про печеньку. Как тебе, Женя? Ну, Алексей нравится. Прописка московская нравится. Он москвич, собственно говоря. А чего надрываться? Имеет право в конце концов. У москвичей, у мальчиков, которые живут в детской до 45 лет, если они не женятся, другая жизнь. Это сейчас не про тебя она говорит. Потому что ему не нужно корячиться для того, чтобы себе купить чай в пакетиках, понимаете, и в сухарике. У него все это есть от рождения. А вам на это нужно зарабатывать. Поэтому смотрите в свою сторону. Да. Олень и рабочий лошадь. В одной упряжке не смотрятся. Вася. У него асцендентом, то есть гороскопом в целом, управляет Солнце, да еще в соединении с Юпитером. Он убежден в собственном превосходстве над окружающими. И очень часто это превосходство над женщинами еще будет демонстрировать в своей жизни. То есть я бы сказала, что это скрытый эгоцентрик. Просто под градом наших вопросов у него не было возможности это как-то проявить. Но он в себе уверен во всем. Считает, что у него нет недостатков. И, конечно, я бы ему хотела напомнить о необходимости, ну, как бы сказать, немножко самокритичнее относиться к себе. Если он начнет прислушиваться как-то к другим и видеть того, чего хотят они, они будут думать, что только он управляет ситуацией. Ну, уже промыкаться для этого. Да, ну, наверное. Василиса сама говорила, вон он телец. А телецы с деньгами всегда были. Ну, что же ему горбать-то? Я правильно помню? Ну, ты знаешь, ни одна женщина не выдержит мужчину с чрезмерно завышенной самооценкой, которая ничем не подкреплена. Ой, да ладно, есть женщина, которая... Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь ваше мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся у нас в студии Мария. Идите, встречайте второго жениха. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вам. Ты всем раз дал к вами подруге? А подругу-то забыли. И я вот тоже приготовил, только не... О! Проверенный вариант. Прям настоящий джентльмен. А он подлизывает. Спасибо. Попробуйте? АПЛОДИСМЕНТЫ Пока вы едите, давайте мы посмотрим на вас. И узнаем о том. АПЛОДИСМЕНТЫ Эл. 33 года. Хореограф, певец, композитор, аранжировщик. Коллекционирует документальные фильмы, пишет картины маслом, увлекается психологией. Говорит на иврите. Мечтает, чтобы не было детских домов и зоопарков. У Элла был красивый роман длиною в 5 лет, а в браке прожили всего 8 месяцев. Отношения с женой разрушил быт. Надеется, что с Марией ему повезет больше. А у вас такое имя странное. Эл. Меня так звал один мой близкий человек. От первой буквы имя Элл Элла. А у вас откуда? Нет, у меня имя полное Эллман. Ну, коротко. Я бы сказал, даже как творческий такой псевдоним. А кто подарил? Кто ваши родители? Родители у меня мама из Азербайджана, а отец турок. По вероисповеданию кто? Я немножко по-другому отношусь к этому. Я считаю, что Бог единый. Ну, то есть вы не мусульманин? Вы атеист. Нет, я Бог единый. А, нет, ну, куда ходите? Вы ходите в мечеть? И в церковь, и в мечеть. Я считаю, что... Как это так? А вы православные? Мне тоже это очень интересно, потому что я сняла только что свой крестик, потому что не очень красиво под платьем. А так я православная, регулярно хожу в церковь, и я очень верю в Бога. Я тоже хожу в церковь, но... Для меня это не имеет значения. А детей будете крестить? Буду крестить обязательно. Может быть, ее смутит то, что он... Что-то такое... Ну, не славянская внешность. Не, ну... Она же говорит, что вроде внешность для нее не важна. Вот вы были женаты? Да. И женились по любви? Да, женился по любви, и пять лет встречался, то есть отношения были очень такие... Это произошло в Москве или... Нет, это уже было тогда, когда я жил в Турции, и мы с ней встретились в Турции, то есть... Турчанка? Нет, она из России, невеста моя была. Моим родителям она очень понравилась, и они абсолютно не были против. А вы ее родителям? Я ее родителям, наверное, бы понравился бы, если не был бы в шоу-бизнесе. Потому что, к огромному сожалению, существует такое мнение, что мужчина в шоу-бизнесе, он обязательно будет гулять, обязательно будут там... В этом правда есть. ...любовницы. Как раз она... И он шоу-бизнес. Но у них интересные совпадают. Но у них интересные похожие совпадают. Итак, вы женились, вы с ней живете. А что это родители решили, что она должна была родить ребенка буквально через 9 месяцев после того, как вышла? Ну, не то, что так они решили. Наверное, мы этого очень хотели, на самом деле. Ну, хорошо, но нельзя... Вы с ней всего прожили вместе сколько? Шесть месяцев? Восемь месяцев. Восемь месяцев? Ну, мы пять лет встречались после... Прожили в браке восемь месяцев. Ну, просто суть не в этом. Суть в том, что бытовая жизнь, она нельзя говорить, что там вот она вот была виновата или так далее. Вот я был такой хороший, и вот она меня такого хорошего вот потеряла. Почему? Бывает так, что отличный мужчина женится по страсти, на неумехе, на грязнуле, на болтушке, на лентяйке, и все, и распадается брак. Не, ну, я бы сказал так, что я был не меньше виноват, чем она в этой ситуации. Ну, понятное дело, а поскольку еще и ребенка не было, вас ничего не держало рядом. Он нервничает, наверное. Эл, вот у вас, мы с вами похожи в одном. Для меня огромную роль играют запахи. И у вас тоже та же самая проблема. Не длина ног, не цвет глаз, не даже характер. Для вас запах. Для меня очень важно, чтобы женщина пахла так, как мне нравится. То есть я очень люблю женщину нюхать. То есть для меня это как бы необходимая такая вот часть вот... Привлекательность. Привлекательность, да. То есть я считаю, что вот если я с женщиной рядом, я буду ее обязательно нюхать. Что-то я не понимаю, а чем она пахнута должна? Она должна пахнуть любовью, сексом. Подождите, Наполеон тоже просил Жозефину не мыться за неделю до его... Ну вот, видите, где вы, а где Наполеон? С очередного как бы похода. А может, каким духами нельзя? Или это болезнь какая-нибудь может лечиться? Нет, я думаю, что вы знаете, когда женщину любишь, ее запах, он тебя манит. Нет, ну-ка иди сюда, давай понюхай невесту. Пахнет сексом. Приятно, приятно пахнет. Есть шансы. Понюхать ее, это, по-моему, сюрприз. Да, это да. Что сейчас в Москве у вас происходит? Не пожалели, что... Знаете, нет, я Москву очень люблю, и я считаю, что Москва это город моей мечты. Приняла вас Москва? Слава Богу. То есть все, о чем мечталось, получилось, сложилось? С Москвой. Да, слава Богу, все складывается. А ваш бизнес-план на ближайшие пять лет? Вы знаете, я сейчас купил недвижимость определенную. Ой-ой-ой, как хорошо откупили. А чем еще заинтересовываетесь, если не недвижимость? Так как я свободный мужчина, я купил эту недвижимость под студию. То есть я подумал, что работа так... Ну, вы знаете, личной жизни не было никакой, но я решил вот в студию открыть свою хорошую. Ну, там диванчик-то есть, где прикармливать? Все, душ, диван, все будет. И жену туда, судя по всему, приведете? Ну, я думаю, что, наверное, жену надо приводить все-таки в дом. Все, они подходят друг к другу. Все, ну да, это уже заявка на успех, так сказать. Как вам кажется, вот Мария столько работает и такой темп себе сама задала? Ну, я думаю, что не от простой жизни. Я думаю, у Марии тоже были какие-то трудности в жизни, и не просто она начала вот так вот. Хорошо, вы восточный мужчина, как ни крути. Не будете запрещать Марии работать? Ну, она работает тоже в шоу-бизнесе, так и как и я. Семейный он откроет. У вас очень может сложиться союз правильный, потому что Мария организатор, директор. Поэтому все здорово. А покажите, на что вы способны, что зацеркнуть у вас? Я бы очень хотел всех пригласить танцевать, особенно невесту. Проходите. Давайте, не стесняйтесь. А мы будем что, с Ларисой так сыпать, что ли? Хлопаем громче. Еще. Пойдем тоже потанцуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Спасибо, друзья мои. Проходите в свою комнату. Ну как тебе, невеста? Мы с невестой зажигались. Мы что, повеселились? Затанцевал жених. Да. Понравился? Позитивный, веселый. Я думаю, Маша такой пойдет. Взрослый. А внешне? Ну ничего так. Татьяна? Мне он показался очень поверхностным. Пусть он меня простит. И вот как он сидел, говорил, говорил, говорил столько всего, что по-русски говоря, просто болтал. И мне кажется, что вот он любит произвести первое впечатление, заболтать, а потом ничего. И еще мне кажется, что он неверный будет. Спасибо. Что вы скажете? Вы знаете, он замечательный человек, но я это знаю, потому что я с ним знакома, просто знакома. По работе? Я с ним знакома. И чего? Да, мы пересекались на студии. Я не узнал ее. Да, мы пересекались. Денег не надо, с внешностью у Элла тоже вроде как, ну не Аполлон, как говорится. Имеет право на любовь, в конце концов. А уж внутренний мир-то, я думаю, что там прямо вот, мама, не горюй. Знаете, какие песни пишут? Я думаю... Вам прямо, Машенька, не угодишь, честное слово. Я же не искала шоу-бизнеса. Я, наоборот, хочу человека немножко из другой среды. Простого. Молодец. Простого. О, вот видишь, Витьку дальнобойщика с гармошкой, чтобы в воскресенье посидеть, пивка попить. Может быть и такого. Я тоже о таком мечтала. Как тебе, Василий? Он действительно сундучок с сюрпризами. Я сундучок. Ты сундучок. Это из-за чего? Из-за моего роста, так сказать? Или из-за сложения моего? Потому что у него несколько планет. С одной стороны, в знаке девы, с другой стороны, в двенадцатом доме. Такой мужчина далеко не сразу раскрывается. Сначала кажется серьезным, степенным, правильным. И он здесь, в общем, был довольно уверен в себе и о себе так рассказывал правильно. Но, с другой стороны, в личном общении, может быть, и ленивоватым, и не очень действенным, и не всегда определенным. Во всем вы правы. Очень ориентируется на женщину-маму. Неправда. Нет, типа, в комплексе никакого. Я считаю, что есть традиции, особенно эти традиции сохранились сегодня на Кавказе и Востоке. Если восточный мужчина не определился, в какой храм ему идти, он и в другом будет плавать. Понимаешь, в 33 года пора уже быть с кем-то. Впереди у нас третий жених и выбор своей судьбы. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» и я предлагаю Марию встретиться с третьим женихом. Проходите удачи. Привет. Вот уже тихо от руки. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, город. Слушайте, какие все у нас дентремены. Всем по букету. А кроме меня, мы же выгибли. Готовый центр сделал. С кем вы пришли? Я пришел с своей сестрой Марины и парнем Марицына. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Никита, 28 лет. Химик-токсиколог. Увлекается велоспортом, вольной борьбой, нумизматикой. Ходит в театр, кино и на выставки. Считает, что у него нет вредных привычек. Мечтает найти свою любовь на всю жизнь и совершить восхождение в горы. Никита уже познакомил свою издранницу с родителями и готов был сделать предложение. Но она на него обиделась и прекратила отношения. Надеется, что с Марией всегда можно договориться. Химик-токсиколог. Да. Какой выбор? То есть вы мечтали с пятого класса стать химиком-токсикологом, да? Ну, не совсем с пятого, где-то с класса девятого. Слушай, он в клуб ночной хоть раз ходил. Здорово. И с первой девушкой вы познакомились в аптеке? Да, с первой девушкой я познакомился в аптеке. То есть вы работали в аптеке? Я работал в аптеке. Не, в аптеке хорошо работаю. Да. Че, с чего? Контрацепция бесплатная. И вас пронзило вот то самое, о чем все. Ну, не знаю, пронзило, не пронзило. Я ей предложил встретиться, сходить в кино. И после этого как-то завертелось. Мне интересно, какая девушка у него была. Обоюдная любовь там была, симпатия. Он тоже алхимий по-любому. Вы москвич? Я москвич, да. А она? Она, по-моему, из Белоруссии. И что мешало вам 28 лет быть вместе до сих пор? Не знаю. Она училась в одном университете, собралась переходить в другой, попросила помощи. Я, так как человек превыше добиваться ее сам, не прибегая к помощи ничьей, предложил ей попробовать для начала самой. А помощь-то в чем? Помощь в переводе. Из одного института в другой. А вы что, ректор, что ли? Я нет. Нет, ну, наверное, она попросила вас как мужчину, что у вас есть какая-то возможность там похлопотать что-то. Мне так показалось, что вы немножечко такой ментор. А ну-ка, подрудись-ка, милая моя сама. Попробуй, да? Понимаете, то, что работает, допустим, с детьми до какого-то определенного возраста, а с женщиной, нет. Это настраивает против себя. Можно слово? Я бы хотела добавить, что девочка рассчитывала на связи, связи действительно есть. Вот. Но просто непонятно было, изначально она, зная это, шла на отношения с ним, или она шла на отношения, потому что... Золовка. Злая головка. Конечно, ненормально то, что вот сестра постоянно вмешивается, за него отвечает. Ну, потому что он растерялся. А вы, судя по всему, так плотно участвуете в судьбе своего брата, вдруг какая-нибудь проходимка придет, и ваше добро там и наследство приберет к рукам. Ну, что значит, вдруг какая-то проходимка? Они одни вокруг проходимки только, и все пытаются Никиту приезжать. Да, да, да. Такой весь, знаешь, спокойный, такой нежный, по нему прям видно. Ну? И он все потратит, что есть у него, и когда они разойдутся, останется ни с чем. У вас большая квартира, сестра? Средняя. Ну, сколько комнат? Двухкомнатная. 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 А какая вам подошла бы невестка? Я могу сказать, что я приму, в принципе, любой его выбор. Конечно, нет. Конечно, вы не примете любую, даже об этом с начала говорить. Нет, конечно, не примете любую. В любом случае, я хочу для своего брата лучшего. Может, он сделает что-нибудь такое, там, откроет новый, там, какой-нибудь, там, не знаю... Да, таблицу Менделеева еще. Таблицу Менделеева, да, и он сам с миллиардерами, откуда ты знаешь? В вашем брате, я вам хочу открыть глаза, нет ничего такого особенного, чтобы женщины за него боролись и колотились. Вы должны это понимать. Никит, если вот так вот еще с подогревом своей собственной сестры относиться к девушке, вы останетесь один. Не, ну я с сестрой очень в редких случаях советуюсь. Вам нужно с сестрой срочно разъезжаться, потому что большой мальчик, 28 лет от роду, жить с сестрой, это противоестественно. Снимите что-нибудь, попробуйте своими силами. Ну, дело, скорее всего, даже я скажу, что дело, скорее, не в его самооценке, у него не завышенная самооценка совершенно. А дело в вас? Нет, проблема в вас, в сестре, я это вижу с первой минуты. В родители, господи, забрали бы дочу себе, правда? Вы знаете, я очень удивлена тому, что взрослый 28-летний парень так зависит от мнения младшей сестры. Я это увидела с первой секунды, и буквально только что вы задали вопрос, непосредственно ему ответила сестра. Как это так? Нет, ну это сразу видно, что Мария не зайдет в третью комнату, ребята. И у меня вот вопрос такой, допустим, я бы собралась выйти за тебя замуж, у нас было бы все хорошо, я бы не захотела жить с твоей сестрой, мне нужна была бы отдельная жилплощадь, что бы ты сделал? Я бы и снял. Да, снять все могут, а ты купи ей. Показывайте сюрприз. Мне кажется, у меня сюрприз будет, что-нибудь с химией связано, что-нибудь придумываю, там, с фельдверкой какой-то. Будем готовить эликсиры любви. Берем основу, берем розмарин для чувственности. Я думала, розмарин к мясу лучше. А может, я сейчас как раз в молодости, как мамы. Может, и я там чего? Для себя-то. Как интересно. А они за что могут сделать? Подожди, я же не слышу. Мне бы еще в листочек я бы записала. Ой, милая, сынок, я сейчас как раз тоже по молодости. Ага. Молодость. Ну-ка, давайте, может, мне что-то пригодится. Сандал для верности. Сандал для верности. А запахи какие? Как в больнице. Слушай, я прям боюсь уже за всех там, за Марию. Ты переживаешь, да? Переживаешь. Конечно, главное, что в зрёте. А это что такое? Таблеточки какие-то кладешь? Таблетки любви. Таблетки любви? Да. Слушай, может, мне тоже надо... А так внутрь можно принимать? Можно. Так. Мне кажется, он колдует, знаешь. Не помру? И что это такое-то? Ну так объясни, чего, как пользоваться-то, применять-то как? Мексик любви. Просыпать, пусть будет стоять в комнате и... И чего? Напоминать о тебе. И напоминать о тебе. И напоминать о мне. Спасибо, дорогой. Открывать надо? Да. Проходите в свою комнату. Открывать надо. А то я бы везет, потому что кусочек есть. Ну что? Ну что ты, вспырялась? Рассказывай, что ты. Таблетки любви. Таблетки любви? Вам понравилось? Ну, необычный подарок. Таких подарков мне ещё никто не делал. Судя, понравилось? Понравилось. А это нет. Как вам, молодой человек, случайно? Сюрприз отличный, но Маше, как мне кажется, нужен парень крепость. Он вольной борьбой занимается. Да, ладно. Да? Просто рукашку большой одел, не видно. А мне кажется, что вот этот чудный мальчик, такой весь отличный, такой улыбается, может оказаться просто таким страшным человеком. У него, мне кажется, очень раздутое эго. Ошибаются. Они так ошибаются, вообще я в шоке. И Маша должна быть вечно соответствовать, расти. О чём я говорила с первой секунды. Он просто взорвёт мозг. Да, герой триллера, который будет у себя там в комнате чудить с этими мензурками, что ты такой. Никитка-отравитель. Ну, это шутка, конечно. Отравитель! А он и профессию свою не зря выбрал такую. Он стерильный. Стерильный, чистенький. Ему очень идёт белый халатик. Вот этот как... Да, да, он чистый. Он вообще... Из него надо лепить. Но за этим что-то стоит... Кроме безумной любви к себе, что-то ещё. Да ладно. Я бы ещё посмотрела. Не, 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 не. Никитушка, Машенька, хорошая. Не пускай себе химичит. А в хозяйстве всё пригодится. И можно на этом, знаете, неплохо зарабатывать так, конце-то концов. Если иметь так... Пробрасаешься. Разум на нашей стороне. Никита в гороскопе соединение Венеры и Луны во Льве. Это значит, что он путает то, что он любит, тему любви Венеры, и Луну, выживание и заботу о себе. Любовь — это не только забота о нём любимом, а он от женщины будет всё время требовать вот каких-то даров в свой адрес. Друзья мои, вот мы познакомились с тремя женихами. Здорово, правда? И как вам кажется, к кому должна пойти ваша подружка? Моё мнение, ни один из трёх в принципе не подходит, но с Алексеем можно что-то попробовать. Но если она войдёт в эту дверь, я не выйду. Потому что... Я согласен. Она мне не понравилась. За муж Машу ни за кого. Но я думаю, стоит к Элу зайти, будет о чём поговорить, попить чаю. Эл, так расскажи мне, если она зайдёт, ты выйдешь вместе с ней? Ну, знаешь, я думаю, что почему бы не попробовать? Попробовать можно. Я думаю тоже, что попробовать можно. По крайней мере, можно остаться очень хорошими друзьями. Маш, мало, чтобы вас редактор посадил на это место, и чтобы вы сидели и говорили, вот к этому пойду, мне этот нравится, этот не нравится. Вы должны были сами производить впечатление, вы должны сами делать всё для того, чтобы понравиться. Хочешь, чтобы тебя любили? Люби. В вас сегодня этого нет. Вы не готовы. Не думаю. Вы думаете о чём угодно, только не о том, чтобы любить. Хотя заявили вначале всё правильно, что хотите любви. Не хотите вы её. Вы не готовы. Тогда сделайте что-то, глаз другой включите, откройтесь. Поэтому сегодня я вам не желаю никого, но и я вас такую никому не желаю. Роза, выбирать надо поспокойнее, понадёжнее. Никитка. С таблеточками. Ну вот если сейчас вот зайдёт, тебя выберут. Я думаю, выйду. Ты выйдешь? Я думаю, выйду. Я за Алексея. Я считаю, что попробовать повстречаться или просто встретиться стоит с ним. Я думаю, что вы уже знаете, куда идти, поэтому вперёд мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону. 4 четвёрки. Сергей. 45 лет. Номер 2131. Ведущий инженер в крупной компании. В свободное время уделяет изучению автомобилей, пишет статьи для журналов, написал книгу, которой гордится. Сергея привлекают смуглые брюнетки с мягким характером. Олег. 32 года. Номер 2132. Итальянец. Живёт в России. Музыкант, учитель английского языка и переводчик. Хочет познакомиться с образованной и общительной русской девушкой, которая оценит его горячий темперамент. Мы не знаем, выйдет Мария одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать её. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я подумала, что встретиться и поболтать нам с тобой точно... Не помешает. По крайней мере, мы с тобой будем прекрасными друзьями, даже если у нас ничего... Одинаково в ритме жизни, по крайней мере. У нас есть пара Мария и Элс. Если вы тоже хотите обрести своё счастье, заполняйте анкеты на сайте Героевого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я Ларису Бузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам... Давай, пожалуйста. Алкаш. Настроение дрянь. Бесконечное. Характер тоже не лучший. Вы с графюм или с чьих будете? Я не буду говорить, из кого. Ну, это было временное помутнение. Вы ему ещё памятник при жизни поставьте. Пойдите, поцелуйте его. Но это уже не значит, что мы его завтра в ЗАГС попросим пойти с нашей дочерью или ещё что. Ну, прям стадобище, ей-богу. Уж не знаю, как её пристроить. Но с мамой, конечно, будет тяжело. Не может заставим, не хочет научим. Баба, она же сердцем видит. Её не обманешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова